Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих садоводов и огородников. Повторяй за мной. Сегодняшняя тема петуния. Будем осваивать третий способ пикировки. Это будем пикировать в фазе двух настоящих листьев. Видите, она у нас уже подросла. С такими сеянцами очень легко работать. Вот я несколько штук уже посадила. Видите, они какие? Вполне здоровые, нормальные растения, которые уже можно брать руками. Я вам напомню, что мы два первых случая уже рассматривали. Вот этот желтый цвет мы пикировали в фазе двух настоящих листьев. Вообще, ой, в фазе двух семидольных листьев настоящего не было ни одного. Вот лиловую мы пикировали в фазе одного настоящего листа. Тут уже вырос второй. Все, она чувствует себя прекрасно. И вот сейчас мы, последняя стадия, в фазе двух настоящих листьев. Больше тянуть нельзя. Дальше рассада может погибнуть. Видите, она как? Ей так уже тесно. Вот принцип тот же. Берем кусочек, отделяем сеянцы по одному. Я надергиваю сеянцы, наготавливаю несколько штук. Мы видим, что корни уже очень длинные. И в этом случае, вот как я в кассету, они уже не входят. Я их немножко общипываю. Общипываю прям ногтями просто делаю. Некоторые ножницами пользуются. Сеянец укладываем в подготовленные дырочки. Все. Потом по капельке воды даю им. Бледно-розовая вот такая вода, подкрашенная марганцовкой. Все, больше им ничего не надо. Это самый простой способ пикировки, когда они уже большие. Но вот до таких размеров их еще надо уметь сохранить. Самое главное, не перелить, не пересушить. Ежедневное, внимательное должно быть отношение. Тогда они у вас до большого размера дорастут. Еще хотела сказать про первые. Вот первые, когда мы посадили в фазе двух семидольных листиков, они были очень-очень маленькие. Сейчас прошла неделя другая. Видно, что какие-то из них уже большие, а какие-то еще совсем маленькие сидят. Где вам показать маленького? Ну вот, например, ну совсем малыш. А вот смотрите, какой хороший. Я в этом случае делаю так. То, что осталось у меня вот от тех семидцев, я никуда не деваю, они так у меня лежат. И я вот к этим малышам подсаживаю еще один семидц. Видите, вот тут сидит малыш, я сегодня к нему засунула еще одну большую. Вот тут тоже подсунула, вот две мокрые. Короче, подселяю им соседей, потому что, хочу объяснить, что семена бывают разные, и когда два семидольных листика, мы не видим, то ли это сильное растение, не сильное. Мы же рассаживаем все подряд, и потом они вот свои качества проявляют. Если маленькая семечка, может быть, у нее корень недоразвитый, или семена были невызревшие. Я подсаживаю новый, если новый растет лучше, значит тот маленький я просто выдерну, а иногда прям выдергиваю сразу. Вот вы когда поливаете, вы осматриваете их. Кстати, вот гацанья, видите, в один день делали пикировку. Тоже уже лист настоящий вылез, и второй лезет, красивая. И вот поэтому я подсадила также вот эти посевы, но эти у меня все стандартные, эти как-то получились все одинаковые. Но если вы увидите во время полива, что какой-то у вас маленький затормозился, вы его не ждите, когда он дорастет, догонит. Из него ничего хорошего уже не будет. Не будет пышного куста. Это значит слабое семя, что-то на генном уровне, на генетическом у него там, ну, короче, разрушено. Выдергивайте маленькие, заменяйте большими, не жалейте. Все. Принцип ясен, по той же схеме пикируем. В фазе двух настоящих листьев. Выдергиваем, корешок, если что, общипываем в дырочку, в контейнер или в стаканчик поливаем. И все, в этом стаканчике или в контейнере оно у вас простоит целый месяц, до того, пока оно не начнет массу нарастить и не перерастет в свою тару. До следующего урока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok